В повестке внеочередной сессии областного совета 21 вопрос, однако главным поводом собраться послужил всего один. О принятии соглашения между Запорожсталью, Облсоветом и Министерством охраны окружающей среды. Так предприятие предложило новые, более удобные для себя сроки перехода на экологически чистое производство. Напомним, предыдущая программа технического перевооружения вообще была рассчитана до 2005 года. Приложению к угоде в 2011 году будет реконструкция первой агломашины и до 2015 года будет по аглоцеху реконструированы все агломашины. И в 2017 году должен быть построен кислородно-конверторный цех и выведен из эксплуатации Мартеновский цех. Тут же в сессионном зале возник вопрос о сроках выполнения программы. Восемь лет это слишком много, заявили депутаты. Мы с вами не сможем контролировать эту угоду. Десять лет. Ни мы, ни те, кто после нас изберут. Чутко обозначили источники финансирования проекта, настаивали депутаты. В ответ получили заверение, что собственники Запорожстали уже вложили в модернизацию производства 40 миллионов евро. Мол, назад дороги нет. Вот передо мной, я могу предминистрировать каждому, находится протокол решения наблюдательного совета, подписанный господином Шифриным, Дворецким и остальными членами Наблюдательного совета, собственниками. Он подписан еще 27.05.2008 года о разрешении, подписании контракта и оформлении финансирования на эти проекты. Если любой бизнесмен вложил 40 миллионов евро, я думаю, что он закончит этот проект. Хотелось бы, чтобы те штрафы, которые сегодня идут в Киев, потом где-то частично возвращаются к нам, хотелось бы, чтобы они шли уже в реконструкцию этого предприятия. И механизм, как если вдруг завод не будет выполнять свои обязательства, у нас механизм есть, как вернуть и штрафы назад, и как потребовать выполнения этого всего. В этот день пожелания промышленников оказались для депутатов весомее других аргументов. Спорный вопрос все-таки приняли. При обещании председателя облсовета, что отчитываться о выполнении графика работ, предприятие будет ежеквартально. Впрочем, многие депутаты остались при мнении, что вопрос по Азапарашстали следовало доработать. Ведь власти так и не выяснили мнение горожан. Готовы ли они еще 8 лет ждать улучшения экологической ситуации в городе? Не дали слова, хотя записывался и я, и многие другие депутаты. Вопрос резонансный. Считаю, что он необходим для того, чтобы его обсудили сначала в общественных слушаниях, а потом выносили в сессионный зал. Вопрос не про работу, надо было его снимать. И сегодня же областные депутаты успели внести поправки в бюджет и обозначить первоочередные объекты финансирования. В частности, около 13 миллионов гривен в этом году пойдут на газо- и водообеспечение региона. Часть этих средств направят в жилищно-коммунальную сферу и реконструкцию культурных объектов. Речь шла о сельских домах культуры.